Хоккеисты Рубина не оставили шансов на ошибку в выездном матче чемпионата ВХЛ новичку Леги, на Маду из Нур-Султана. Для хозяев эта встреча стала лакмусовой бумажкой. Дебют на столько серьезном уровне вышел для казахстанского клуба Комом, как тот самый первый блин. Хотя начиналось все оптимистично. Даже букмекеры расценивали шансы команд на победу примерно одинаково. Судя по всему, сказался недавно прошедший в Тюмени турнир, где кочевники одолели сибиряков в овертайме. Может быть сказалось открытие, может быть сказалось, что пришли лип-персоны на ребятах где-то. Желаю на Маду в следующих матчах показать свой класс, то, что они показывали в Тюмени, когда обыграли нас за неделю назад. В невооруженном глазе видно, что классная, достойная команда. Желаю успеха в этом сибири. Стартовый отрезок прошел под диктовку на Мада. Рубиновые выглядели тяжеловато, чем хозяева не применули воспользоваться. На 12-й минуте Дмитрий Гурков, открыв счет, вписал свое имя в историю команды из столицы Казахстана, как автор ее первого гола в российской высшей лиге. Но камнем преткновения для Нур-Султанцев стала игра в меньшинстве. Сибирская спецбригада большинства в этот вечер поставила шайбы на поток. А главным стахановцем неожиданно выступил защитник Виталий Зотов. Под занавес периода он ассистировал Вадиму Кравченко в формате 5 на 4. Вскоре после перерыва уже Зотов открылся под передачу Вадима, когда у гостей на площадке был плюс один игрок и неотразимо бросил верхний угол. А на экваторе матча сразу двое хоккеистов на Мада отправились отбывать штрафное время. Виталий вновь оказался безжалостным соперником 3-1. Создав гандикап в два гола, подопечные Михаила Звягина заиграли в свое удовольствие, не теряя при этом концентрации. Окончательно свой мастер-класс тюменцы закончили в третьей 20-ти минутке. И вновь отличился игрок обороны. Причем в равных составах. Евгений Петриков вошел в зону соперника и великолепным броском в четвертый раз зажег красный свет за спиной голкипера Намада. Однако лучшую шайбу Рубиновый приберегли напоследок. Зотов в передаче со своей половины нашел дебютировавшего за гостей в ВХЛ Михаила Сусликова и 18-летний нападающий, выполнив славанный проход, отметился первой шайбой вышки. Благодаря действиям тандема результативную передачу на свой счет записал даже Егор Назаров. 5-1. Рубин продолжает успешный вояж по городам Казахстана. То, что счет такой, это заслуга нашего вратаря, прежде всего, что оставил нас в игре, потому что Мамад доминировал, создавал, был быстрее нас в движении, больше бросал, создавал очень опасные моменты. Еще раз говорю, перерыв пошел нам на пользу, то есть пришли в себя где-то, кого-то пришлось привести в чувство. Ну и со второго периода считаю, что уже мы владели преимуществом, инициативой, забили, в общем-то, хорошие шайбы в большинстве. Следующую встречу тюменцы проводят сегодня в Усть-Каменогорске против Торпедо. Подробности игры вы можете узнать, заглянув на наш сайт snta.ru.